Аллилуйя Если мы обращаемся к Тебе, то Твои глаза, они всегда обращены к нам, потому что Ты первый возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, и Ты доказал свою любовь тем, что Ты отдал Сына Своего за каждого из нас, чтобы никто не погиб. Вот наши сердца, вот наши руки, наши души устремлены к Тебе, Бог наш. Мы впитываем Твое присутствие, мы живем в Твоем присутствии, потому что Дух Твой — это жизнь. Мы дышим Тобою, Бог наш, мы возносим свои молитвы Тебе, Царь наш. И мы знаем, что Ты, Господь, Который любит Свой народ, Ты, Господь, Который возлюбил так сильно, Который возлюбил так сильно, что сказал «Живи», что сказал «Тебе не нужно умирать, Ты будешь жить», потому что мой Сын Иисус Христос, Он заплатил за Тебя цену, потому что Тебе не нужно самому, преодолевая свою неспособность, устремляться ко Мне и взывать о прощении. Но я вижу Иисуса, Которого Ты принял в Своё сердце. И на основании того, что Ты склонился перед Христом, Бог называет Тебя Своим ребенком. Бог говорит, что Ты возлюбленный Сын, Ты возлюбленная Дочь, и в Тебе Божье благоволение. Господи, прославляйте Господа, никогда не мало и не много прославлять Бога. Это наша жизнь, это наша жизнь – изливать своё сердце перед Ним, поднимать свои руки и знать, что мы возлюбленные, мы принятые, мы Его дети, мы Его дети. Вы знаете, Он радуется, когда мы приходим к Нему. Он радуется, потому что Он любит нас, потому что мы приняты Им. Халлелуя! Халлелуя, церковь! Славьте Бога! Он достоин великой славы! Он достоин принять всю славу и честь! Нет подобного нашему Богу! Я приветствую каждого из вас! Я благодарна, что каждый из вас, вы пришли на это место, потому что это Дом Божий. Мы приходим не к человеку, мы приходим к Богу. Мы приходим к Богу, который оживил нас. Мы приходим к источнику жизни, и мы можем радоваться перед Ним, потому что наш Господь возлюбил нас так сильно. Халлелуя! Прославьте Бога! Это большая привилегия находиться на этой сцене. И я хочу вам сказать, для меня особенная честь сегодня призвать вас к пожертвованию. Потому что я в своей жизни поняла, что значит приносить пожертвование. Вы можете очень коротко присесть, я немножко времени займу. Пожертвование. Наши жертвы для Бога. Я думаю, что каждый из вас понимает, что я говорю о деньгах. Знаете, в моей жизни было время, когда я еще была ученицей в школе, я покаялась, когда мне было 13 лет. И у меня когда-то были карманные деньги, а когда-то не были, когда я приходила на служение. И знаете, когда-то я готовила жертву. Это в детстве, я сейчас про детство говорю. И когда-то приходила просто так. Но в моем сердце всегда отзывалось слово о пожертвовании. И когда у меня не было возможности принести денежное пожертвование, знаете, я как ребенок с чистым сердцем приносила Богу то, что у меня есть. Я восхваляла Его всей собой. И я знала, что Ему приятно мое приношение. Но я хочу сказать, что когда мы взрослеем, когда мы становимся зрелыми людьми, когда мы зарабатываем деньги, это правильно приносить как пожертвование наши деньги. Знаете, почему? Потому что это наша жизнь. Кому из вас достаются деньги просто так, под подушкой находите каждое утро? Где находите? Ну, может, не под подушкой? Кто-то находит, скажите, просто так, изо дня в день. Один молодой человек, очень любопытно с тобой потом поговорить. Но знаете, это не воля Божья. Это не воля Божья. Чтобы ты ничего не умел делать своими руками, а тебе просто так приходили деньги. Есть периоды в твоей жизни, когда тебе дают благословение. И это очень хорошо. Принимать благословение – это хорошо. Давать лучше. И мои сыновья, когда были маленькие, знаете, наш отец небесный, он воистину отец, он родитель, и он самый любящий, самый настоящий, самый правильный родитель. Но даже я, обычный человек, когда мои дети были маленькие, и знаете, они бежали, они хотели что-то дать, подарить маме, которую они любят. Всегда дар – это выражение любви. И когда мои мальчишки были маленькие, я помню, гуляешь, они сорвут цветочек и принесут. Мамочка, это тебе. И это греет сердце, это радует. И ты, знаете, я как мама всегда это очень ценила. Но сейчас, когда мои сыновья подрастают, и когда у них уже есть возможность где-то, они зарабатывают деньги, было бы странно, если бы они хотели мне на день рождения, допустим, вот прийти на день рождения, сорвать полевой цветочек и подарить. Вы понимаете, о чем я говорю? Это нормально, когда в нашей жизни разные возрасты, и когда приходит зрелость, мы понимаем, что финансовое пожертвование, о котором говорится в церкви, это моя возможность принести Богу мой дар, это моя жизнь. Потому что деньги просто так не достаются. Потому что деньги... Мы отдаем часть своей жизни. Мы трудимся. Мы трудимся. И знаете, если мы как родители ценим то, что нам наши дети дают, Бог, Он так сильно ценит каждое приношение, которое мы готовим для Дома Божьего. Я хочу сказать, что я в своей жизни так же поняла, кому я приношу свои приношения. И я выбрала сознательно, что я приношу мое пожертвование Богу. Я его несу в церковь, но я знаю перед лицом, кого я приношу для моего Господа. И знаете, когда я это поняла? Я теперь знаю, у кого мне просить воздаяние. Я не пойду к человеку, я пойду к Богу и скажу, Бог, Отец Небесный, на основании моих жертв, на основании того, что я люблю тебя так сильно. Жертва — это выражение любви. И сейчас драгоценные не в количестве, я думаю, вы понимаете, не в сумме пожертвования речь. Это отношение. Это отношение. Знаете, денежное пожертвование — это всегда отношение. Бог никогда не спросит с тебя то, чего у тебя нет, что тебе сверх сил. Но Он всегда радуется, когда ты послушен Ему и когда ты в чистоте сердца приходишь и говоришь, Бог, я так люблю тебя. Вот у меня есть, пусть даже немного, пусть даже немного, не в сумме дело, дело в отношении. Приносить Богу, но вдвойне какая радость. Я могу потом прийти к Богу и попросить Бог восполни мои нужды. Это первое. А второе, я приношу Богу, но отдаю в церковь. И я вижу своими глазами, как преображается Божий дом. И знаете, это тоже благословение. Находиться в Доме Божьем, который устроен приятно и красиво. Пожертвование — это выражение моего отношения. Это мое поклонение Богу. И это моя возможность на основании моих жертв говорить Господь. «Ты сказал, что окна небесные открыты». Вы знаете, в Малахе написано «Принесите все приношения и десятины и испытайте меня. Не открою ли я отверстий небесных и не залью ли на вас дождь». А знаете, в чем истина? Окна небесные, они открыты всегда. Но мое пожертвование, оно высвобождает надо мной дождь благословений. Бог, Он не жестокий, Он не говорит, знаешь, ты мне когда принесешь, я тогда тебе окошко с неба открою. Нет, окна небесные открыты, потому что мы Его дети, в которых Его благоволение. Но моя жертва, она просто вызывает этот дождь. И я знаю, что когда я жертвую, у меня есть дерзновение просить у Бога. У меня есть дерзновение просить у Бога. Я в своей жизни это пережила, очень ярко пережила один раз. И с тех пор я совершенно по-другому отношусь к пожертвованиям. Это было моему старшему сыну было два с половиной года. Среднему было полтора, чуть меньше. И они заболели оба одновременно. Кто родители молодые, они знают, это ужас. Высокая температура, двое маленьких детей. Вот эта горячка, этот жар, им плохо, они кашляют, у них насморк, кашель. И знаете, и мне тогда там 23, что ли, года. И я просто вот мечусь, я не знаю, что мне делать. И у меня просто сверхъестественно. Бог проговорил. Ты приготовила определенную сумму денег. Я их для себя скопила, честно скажу. И для меня тогда это была очень большая сумма. Это были 100 латов. Это почти 15 лет назад. Большая сумма. Я их копила где-то полгода, наверное, точно. И знаете, и вот двое детей болеют. Я молюсь, но моя молитва за них об исцелении, она, знаете, какое-то беззерзновение было. Но когда я вспомнила, у тебя есть жертва, и мне на ум пришли все слова многих пасторов, проповедников, которые говорили, что твоя жертва – это основание для твоего дерзновения. И я тогда для себя думаю, испытаю я Бога. Он же сам сказал, испытайте меня, принесите. Знаете, я когда только решение приняла, а я когда принимаю решение, я это делаю. Я приняла только решение, потому что еще до поездки в церковь было несколько дней, а дети болеют вот уже сейчас. Но я сказала Бог, я пришла просто в присутствии Божьего, сказал Бог, я приношу тебе это пожертвование. И когда ты решил, уже неважно, через сколько ты его отдашь, через два дня, когда служение будет или когда. И знаете, на основании этого, во-первых, первое, что произошло, я получила мир в сердце. До этого я очень, я волновалась из-за этой ситуации. Первое, что делает Бог, в чем его благоволение? Он дает мир. Потом он дает радость. Сверхъестественно. И это было днем. И к вечеру. Дети, они, знаете, я не сбивала им температуру для того, чтобы мамочки тоже меня поймут, чтобы их организм боролся. И это правильно. И к вечеру, это правда было сверхъестественно. И у одного, и у второго ушла температура, и они заснули. Знаете, когда до этого мы двое суток не спали, потому что, когда они болеют, не могут дышать, это все время, они просто заснули. Я сказала, Бог, как ты благ. И я настолько благодарна за эту возможность на основании пожертвования. Вы знаете, не Богу нужны мои деньги и мои пожертвования. Мне нужно. Потому что это дает мне основание приходить перед престолом Божьим и говорить, Бог, воздай мне. Это нормально, ждать воздаяния. Закон сеяния и жатвы. Это нормально. И когда ты сеешь, это очень правильно, что ты ожидаешь жатву, и она придет. И это не значит быть таким, знаете, как Бога заставлять. Нет, это его закон. Он говорит, давай и дастся тебе. Так что давайте возьмем пожертвование сейчас. Давайте возьмем пожертвование. Это наше основание для того, чтобы благословения финансовые или исцеления, или спасения наших родных, они высвобождались в нашу жизнь. Поймите, я думаю, что это уже зрелые люди понимают. Мы не покупаем благословения у Бога ни в коем случае. Нет, это не так. Бог дает по своей любви. Но жертва, она строит меня. Жертва дает мне основание, дает мне дерзновение, дает мне уверенность в своих даже силах. Знаете, когда я благословен, я знаю, что я благословен, я по-другому себя даже веду в какой-то ситуации. Кто знает, о чем я говорю. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы приносим сейчас Тебе эти жертвы. И мы благодарим Тебя за то, что Ты Господь, Который даешь нам слово истины. И эта истина, она освобождает нас. И мы больше не под законом, но мы по благодати Твоей имеем воздаяние на основании того, что мы чтим Тебя своими жертвами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас, за то, что Ты возлюбил нас, за то, что Ты слышишь наши нужды, Ты слышишь наши молитвы. И Ты Бог, Который даешь ответ в свое время. И мы увидим великую славу Божью. Мы можем собирать уже пожертвования. Мы увидим великую славу Божью. Мы увидим великую славу Божью в финансах народ Божий. Я бы Вам пророчествую, у меня есть дерзновение говорить, что придут времена, когда Бог просто вспомнит, не то, что Он забыл, но всему свое время. Все Твои пожертвования придут на ум Господу. И Он скажет, вот оно, твое время, жатвы, твое время, воздаяние. И мы будем с Вами веселиться. Потому что, когда жатва, это радость. Когда мы наконец-то будем получать с избытком. Наш Господь обещал нам жизнь и жизнь с избытком. Избыток. Как мы мало про это знаем. Но я говорю, мы это будем переживать. Мы будем это видеть в своей жизни на основании наших жертв. На основании того, что мы любим нашего Бога и мы верим Его Слову. Амэн. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Для меня всегда большая честь приносить жертвы. Потому что я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое. Это здорово. Когда ты можешь строить дом Божий. А сейчас мы с Вами просто видим, как мало-помалу строится Божий дом. Мы видим, как он преобразовывается. Мы видим, как все устраивается. И за все отвечает серебро и золото. И это нормально. И это правильно. И у нас великая привилегия строить своими финансами, устроять Божий дом, в который мы сами приходим и приводим людей перед лицо Божье. И смотрите, как символично наше пожертвование, мы устрояем жертвенник, на который мы приносим наши нужды. И это по Писанию. Это по Писанию. На основании этих жертв мы имеем дерзновение просить Бога, чтобы наши нужды были восполнены. Будь то исцеление, будь то освобождение, будь то спасение родных, будь то финансовый прорыв. На основании наших жертв. прострите руки, давайте молиться. Бог, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово это истина. Ты сказал, приносите приношения свои, и Ты откроешь и зальешь, и мы будем радоваться перед Твоим лицом, когда наши нужды решатся, мы будем радоваться и веселиться, и прославлять Тебя, но уже сейчас мы благодарим Тебя, потому что мы верой принимаем свое чудо, мы верой принимаем свое исцеление, мы верой принимаем свой прорыв и свое освобождение, мы благодарим Тебя, Господь наш, потому что Ты тот Бог, который никогда не подаст камень тем, кто просит у Него хлеба. Слава Тебе, Господь! И у нас сегодня уникальное служение, я хочу пригласить на сцену Линду, она поделится с вами Словом Божьим, и мы увидим великий плод, когда мы осознаем свое место в Доме Божьем, свое место в теле Иисуса Христа, и то, как мы можем служить друг к другу и этому миру. Спасибо, и Линда. Амэн, спасибо, Юлия. Я хочу, во-первых, поприветствовать, и вы поприветствуйте друг друга каждый, потому что мы действительно, я часто это говорю, когда выхожу в конце служения, что мы находимся в лучшем месте на планете, мы находимся в лучшем месте в твоем городе, потому что здесь звучит Слово Божье, и потому что это Слово есть истина, и благодаря этой истине мы становимся свободными, мы никогда не будем больше рабами, а если мы не будем рабами, это говорит о том, что мы получим все, все, что Бог нам пообещал, обетованную землю, пообещал нам помазание, пообещал нам, что мы будем царями и священниками, и вы знаете, я верю, я верю в царское помазание на каждом человеке, который исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, тот, кто в тебе, он не просто больше того, кто в мире, он дает тебе способность царствовать, и это серьезная ответственность, это не просто хороший статус, я буду жить во дворце, у меня будут деньги, у меня будет там служение или что-то еще, в первую очередь это ответственность, и как следствие Господь сказал, заботьтесь, 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 помышляйте о горнем, заботьтесь о моем, и тогда я восполню ваши нужды, но прежде заботьтесь, любая забота, любое царствование, любое владычество, любое служение это большая ответственность, и чтобы нести эту ответственность мы должны быть приготовлены, Никто не может нести ответственности Никто не может взяться за определенное дело Не имея понимания, что он собирается делать Если человек берется и делает, не понимая, что он делает Он обречен на провал И это страшно И за свои какие-то, может быть, ошибки За свои, может быть, какие-то неудачи Мы тоже должны понимать, что мы несем ответственность И это не страшно, это не больно Это просто один из принципов Божьих И делая правильные выводы из своих ошибок Мы возрастаем И сегодня я хочу говорить о связи поколений Вы знаете, я сегодня размышляла о том, что Мы все время говорим новое поколение, новое поколение Поколение, которое сегодня, поколение, которое было вчера И я силой стала размышлять Я родилась в 1982 году И знаете, хотя пастор говорит, понятно, что он родился намного раньше Что уже столько времени прошло, что мы реально уже как динозавры Я понимаю их Потому что когда я думаю о том, что я родилась в 1982 году Через два месяца после моего рождения Умер Брежнев Я родилась, когда еще был Брежнев Для меня это вообще совершенно какой-то такой, знаете, сказочный персонаж Понимаете? И это осознание, оно дает тебе понять, что А я все еще поколение какое-то, да? Оно дает мне понять, что Вообще я не просто определенное поколение Что со мной живет еще много поколений Поколение моего отца, да? Это поколение людей, которые родились в 50-е, 60-е годы Они здесь сегодня И это активное поколение, которое занимает сегодня руководящие посты Которые наши учителя, которые наши пасторы Которые работают в полиции Я не знаю, где угодно Это наше поколение Поколение людей, которое родилось в 70-е годы, да? Это вот стояла Юля молодая, красивый, служитель, умный, помазанный И таких много И мы живем все на одной площадке За наше поколение, да? В 80-е годы За нами есть еще одно поколение, да? Это 90-е годы И так до самых маленьких У меня есть сын Стефан Я знаю, что вся церковь с ним знакома И вы понимаете, это тоже поколение И мы все живем на одной площадке Мы все приходим в одну церковь И теоретически мы все должны здесь что-то получать Понимаете, не просто что-то А что-то, что меняет нашу жизнь И я вам скажу Мы очень много времени уделяем родовым проклятиям И вообще изучению нашей родословной Вот как приходим в церковь До этого как бы вроде все в порядке Ну так, относительно Ну понятно, что есть какие-то, может быть, неприятные моменты В нашей семье Все мы согрешаем в мыслях Но мы так много уделяем в церкви Мы сидим, мы разбираем, мы размышляем Мы туда ходим, оттуда возвращаемся Что-то вспоминаем И это хорошо Потому что это производит в нас работу определенную Но Понимаете, родословное проклятие И все, что идет по роду Это генетика И вот я сегодня буду говорить об этом О связи поколений И о связи генетики и ума Потому что генетика Это память Пассивная То есть все, что насобирали наши родители Все, что насобирали наши бабушки и дедушки Это все совершенно научно обоснованно Хранится у нас в геноме Оно там есть И что это? Это определенный опыт Причем не только физический Но душевный и духовный опыт То есть если твои родственники В 1315 году А раз ты сегодня живешь Значит твои родственники тогда жили То есть ты до сегодняшнего дня дожил Благодаря тому, что твой род выжил И знаете, мы были в лагере Виннеркемп И пастор Валдес нам служил Он говорит Это большая удача Ты супервезунчик Что твой род дожил до сегодняшнего дня Многие не дожили Вот простой пример Я стала размешать 33-й год Голодомор в Украине Погибло 30 миллионов человек И почему-то моя бабушка и дедушка То есть их родители выжили Вообще сам факт Зачатие, да Когда сперматозоиды соревнуются Почему-то твой сперматозоид Именно твой соединился Не соседа, не еще А твой И ты стал таким, какой ты есть Это большая удача на самом деле Я помазанник, везунчик Просто потому, что уже родился Просто потому, что получил этот шанс от Господа Жить Жизнь Это самая большая возможность Жизнь Это самая большая возможность Которая есть у каждого Знаете, когда я смотрю на Вуйчича Я понимаю, что жизнь Даже без рук, без ног Это самая большая возможность Потому что пока ты живешь Ты можешь что-то изменить Как только ты перешел рубеж И пошел в четвертое измерение Ты уже ничего изменить не можешь И поэтому я призываю сегодня Знаете, внимательно прислушаться к себе Да, вот в эти, может быть, там 30 минут И понять, что твоя жизнь Это твоя самая большая возможность Потому что в течение этого отрезка Может быть, в размерах Вселенной Это мгновение Но в течение этого мгновения Ты можешь все изменить И давайте откроем второе послание К Тимофею Первую главу Я восхищаюсь вообще отношениями Павла и Тимофея Потому что Павел Вообще уникальная личность Единственный апостол Который увидел Иисуса Уже после его вознесения И Павел изменил свою генетику Кардинально И знаете, что самое интересное? Что он Это учение, которое меняет нас Распространил В самой сложной среде Среди язычника Почему я говорю в самой сложной среде? Потому что Если мы сейчас говорим о генетике И мы говорим о том, что это некий диск Который записан Там было записано Вообще все не так Вообще от начала Вот от хама Как хам Повел себя не сильно хорошо После потопа Вот для этих людей Казалось бы Вообще ничего нового Уже быть не может Идолом поклоняется Всякими безумствами Занимается И вообще И какой-то иудей Идет И говорит им о том Что вообще что-то Можно изменить Вы представляете Когда приходят В систему В города В которых поклоняются Определенным богам Эта система работает Кто-то на этом зарабатывает Да Мы в деяниях Все это читаем И приносят это учение О том Что ты можешь быть Другим человеком И как следствие Иметь другую судьбу И вообще совершенно Другой финал И Павел говорит Тимофею Благодарю Бога Которому Третий стих Которому служу От прародителей С чистой совестью Что непрестанно Вспоминаю о тебе В молитвах моих Днем и ночью И желаю видеть тебя Вспоминая о слезах твоих Дабы мне Исполнится радости Приводя на память Нелицемерную веру твою Которая прежде Обитала в бабке твоей Лаиде И матери твоей Евнике Уверен что и она В тебе По сей причине Напоминаю тебе Возгревать Дар Божий Который в тебе Через мое Рукоположение Я хочу Говорить о связи Поколений Что мы Передаем Нашим детям Нашим братьям И сестрам Которые младше Нас Нашим внукам Вообще Передаем ли Что-то Знаете Я периодически Наблюдаю Такую картину Что мы Очень много Занимаемся Собой И это Хорошо Мы Занимаемся Самообразованием Просто Образованием Мы Занимаемся Развитием Мы думаем Мы ревнуем О дарах Многие Ревнуют Мы ревнуем О том Чтобы найти Себя В служении Мы вообще Занимаемся Многими Вещами Которые Ориентированы На созидание Нашей Личности Но Кроме Нас Вообще Есть еще Люди Вокруг Это серьезное Откровение Что кроме Тебя Вокруг Есть Люди И Многие Из этих Людей А это Дети Причем Я говорю Дети От нуля До Двадцати Двух Потому что Я помню себя В двадцать два года Мне вообще Пришло осознание Что в принципе Как бы за меня Никто ничего делать Не будет И вот тогда Началась Знаете Вот эта вот Самая Самореализация Как бы это Как бы то Как бы выучиться Как бы заработать Хорошие оценки Как бы где Себя проявить И так далее До этого Я просто жила И знаете Вот Я жила И все Что по пути Ко мне Вот Прилеплялось Какие-то знания Еще что-то Какие-то мотиваторы Какие-то учителя Да Как губка Все это впитывала 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 И потом В двадцать два года Это так сказать Вышла на сцену То есть я начала Пользоваться Чем Частично Своим опытом И частично Чужим опытом И вот здесь На арене Появляется ум Если мы говорили О генетике Это то Что записано У тебя На генетическом уровне Да Что делали Твои бабушки Дедушки Прабабушки Прабабушки Там я не знаю Еще кто-то То здесь Появляется ум Активный опыт Все что я Насобирала С нуля До определенного Возраста Однажды Я буду реализовывать И понимаете Это мой багаж Это мой чемодан У меня ничего Другого нет Знаете Не будем обманываться Мы иногда Хотим того Чего у нас Нет Я не математик Хотя я изучала Высшую математику Но я не математик У меня есть В багаже Какие-то Математические знания Но я их не использую А каких-то знаний Например Я не атомный энергетик Я вообще ничего В этом не понимаю И вообще Наличие Атомной станции Или каких-то вещей Меня просто Очень сильно удивляют Или например Как устроен телефон Или еще что-то В моем багаже Этого нет А следовательно Я не могу Этим пользоваться И понимаете Наши дети вырастают Или мы вырастаем И первая наша печаль О чем Ах если бы я Пошел в музыкальную школу Ах если бы я Отдал ребенка Пораньше На воскресную школу Ах если бы Я его отправил Не в музыкальную школу А на танцы Вот сегодня Он был бы там Не знаю Каким-то Супер танцором Да Выиграл бы какой-нибудь Конкурс И ты сидишь Смотришь Как кто-то танцует И представляешь себя Или своего ребенка На этом месте И ты понимаешь 23 года Что надо идти танцевать Потому что ты без этого Не можешь И трагедия заключается Не в том Что ты не будешь танцевать Ты может и будешь танцевать Но проблема заключается в том Что всему свое время Для всего Есть свое время Есть время учиться Есть время вкладывать В себя В детей А есть время Пожинать плоды Юлия говорила Осенние жатвы Чтобы что-то пожать Надо посеять Сегодня Когда мы сталкиваемся С проблемами своего характера Или не дай бог С проблемами характера ближнего Что конечно Гораздо болезненней Потому что свой характер Это еще куда не шло Можно с собой Как-то договориться Лег поспал И все прошло А вот когда ближний Не такой Как хотелось бы Вот это проблема Но мы понимаем Что было посеяно В этого ближнего То как бы и есть И не нужно Знаете Мне очень нравится Когда пастор Ольга Проповедовала О замужестве Она говорила Что мужа Надо рассматривать Вот так вот Перед свадьбой А мы смотрим Вот так Почему? Потому что Что-то в человеке Было посеяно И не вырастут Апельсины на яблоне Они не вырастут Там будут яблоки Если ты любишь апельсины Надо было Как бы В другой сад заходить И то же самое И та же самая Связь поколений Да Мы сконцентрированы На себе Мы сконцентрированы На своем уме Мы сконцентрированы На своих способностях Не замечая Что Библия говорит Дети Это подарок От Господа То есть Это не просто Некое существо Которое Пришло В этот мир Знаешь Как говорят Нагим пришел Нагим ушел Но если бы было Все так просто Вообще Не было бы Вот Вот все Это истории Там с ангелами С Господом С падением Грехопадением человека Вот вообще Ну как бы Этого всего не было Человек Это очень Важный элемент Вселенной Только потому Что он был создан Господом По образу И подобию И ни один человек В этот мир Просто так Не приходит И осознавая Что ребенок Который рядом С тобой Находится Это не просто Так Это определенная Личность Точно так же Помазанная Как и ты С точно такими же Способностями Дарами Может быть Не такими дарами Но у нее Это есть И у этого ребенка Есть судьба От Господа И написано Что они нам Доверены До времени Мы не владеем Своими детьми Ими владеет Господь Мы не владеем И особенная Ответственность Наша Как родителей Это талант Который Господин Тебе дал Не зарыть его А умножить Этот талант Приумножить Для чего? Для царствия Божьего Богу нужны Цари Которые На этой земле Распространяют Его царство Его учения Вы понимаете Какая ответственность? Мы не просто Растим Юриста Врача Еще кого-то Мы растим Царя Который Призван Что-то В этом мире В сторону Бога На эти весы Перевесить Хоть что-нибудь Но он должен Это сделать И дальше Я буду говорить Об образовании Потому что Генетика Это одно Ум Который мы имеем Это другое Но истина Освобождает Истина Которую приносит Дух Святой Дух Святой Который После того Как ты Принес Достойный Плод покаяния Иисус тебя спас Стал твоим Господом И дальше Ты крестился Духом Святым И Дух Святой В тебе И написано Что Христос В тебе Христос Это помазанник Помазанник В тебе После этого С этим нужно Что-то делать Понимаете С этим нельзя Просто жить Я спасен И аллилуйя С этим надо Что-то делать Потому что Такие вселенские Процессы Бог Сына Своего отдал Там Ну когда Вот Представишь себе Общую картину И все это ради Одного человека Какого-то Вот определенного Не просто Одного Какого-то А одного Человека Который призван Сделать работу Божью Здесь На земле И смотрите Что происходит Мы говорим Что через Учение Происходит Наше Возрождение И преображение Библия говорит Преображайтесь В образ Христа Как? Через Учение И Павел На протяжении Всего второго Послания Разговаривая Вот в этом Письме С Тимофеем Он просто Ему напоминает Что ты Пребывай В учении Ты будь В этом Ты назидайся В этом Ты изучай себя Почему? Потому что Это тебя Готовит К великой Божьей судьбе Это и есть Естественная Платформа На которую Приходит Сверх Естественное чудо Если ты веришь Что ты Однажды На тебя Сойдет Дух Святой Ты поднимешь Руки И все Исцелятся Может быть Но я верю Что если Ты начнешь Работать Над собой В первую Очередь Дары Да Они непреложны Дары Они различны Но о дарах Нужно Ревновать А что такое Ревновать Это работать Над собой Я приведу Простой пример Когда Учишься В медицинском Институте Ты не сразу Становишься Хирургом После первого Курса Даже не после второго Даже не после третьего Сегодня Специализация Я не знаю Как в Европе Но в странах Которые Входят В СНГ Начинается С шестого Курса С шестого Курса Ты сможешь Заниматься Начать Заниматься Каким-то Конкретным Служением В области Хирургии Или Гинекологии Или еще Какой-то Терапии С шестого Курса До шестого Курса Ты развиваешь Себя До шестого Курса Ты накапливаешь Не просто Багаж Знаний Ты накапливаешь Определенные Частичные Умения И на протяжении Способности Это было С Самарянкой Иисус Пришел Попросил Воды Зная Что сейчас Начнется Этот разговор О мужьях И так далее И она Поняла Почему? Потому что Это дар Славознания Слава Мудрости Он знал Что происходило В ее жизни Он в ее жизни Сработал И женщина Побежала И всему Городу Распространила Что есть Человек Божий Человек Который Служит Кому-то И что-то Меняется То есть Распространение Царства Оно не происходит Просто Потому что Ну вот Потому что Дух Святой Пожалуйста Пусть Рига Покается На всех Сошел Дух Да Ну такое Бывает Наверное Вот я там Читала Про пробуждение Уэльси Ну и Своими глазами Я такого не видела Но видела Другое Я видела Когда выходит Свидетельствовать Бывшие наркоманы Которых изменяет жизнь Которых Потом ты подходишь Ты смотришь На человека Ты не понимаешь Ты говоришь Как Знаете Была такая ситуация У нас на библейской школе Был один пастор Который Общаясь с одним Бывшим зависимым Он все время подходил И говорил Слушай Ну это же случайность В твоей жизни Да была То есть Он смотрел на человека Он даже не мог поверить Что этот человек Когда-то был зависимым Вот это изменение И когда такой человек Возвращается в свой город Я была свидетелем этого Люди проходят С вот такими глазами Они видят Явное изменение Всего Генетики Изменение ума Понятно, что мы продолжаем Изменяться Никто из нас Несовершенен Но явное Твое извинение Явное Твое свидетельство Оно Распространяет Царство Божье И когда я говорю Об образовании Я говорю О учении Я говорю О учении В церкви Я говорю О том Что учение В церкви Может быть Это сейчас Прозвучит резко Очень часто Пренебрегаемо И поэтому В определенных Сферах У каждого из нас Могут быть Проблемы Потому что Церковь Это Учебное Заведение В первую очередь Посмотрите Что делали Апостолы В первоапостольской Церкви Они Пребывали В учении Они По сути Учились У них Был кофе Брейк Регулярный Они Преломляли Хлеб Ели Пили Учились И молились Потом шли В город И Господь Прилагал Спасаемых В церкви Работало Учение Если мы Посмотрим Что же Такое Само Учение То есть Через Учение Можно Перезаписать Свою генетику Через Учение Можно Изменить Свой ум Через Учение Можно Изменить Свой характер Без Учения Без Принятия Просто Ожидая Что Дух Святой Работает Через Учение Потому что Дух Святой Создал Мир Словом А Слово Это Учение Это Камни Это Кирпичи Из того Чего Ты будешь Строить Нет Кирпичей Из чего Духу Святому Строить Не из чего Если Ты Слово Божие Не читаешь А только Молишься Как бы На основании Чего Ты Молишься Что Ты Пытаешься То есть Чего Ты Просишь Что Ты Созидаешь Господь Говорит Моя Воля Господин Управленец Данной Ситуации Господь Он Говорит Идите И Сей Мы Идем И Се На основании Его Слова Он Говорит А теперь Смотрите Не вы Побелели Идите Собирайте И мы Встаем И идем Собираем Он Говорит А теперь Пребывайте В Иерусалим И ничего Не делайте Просто Молитесь И ждите Духа Святого Потому что Для вас Без Духа Святого Вы ничего Не сделаете И они Сидят И ждут И когда Дух Святой На них Сходит Вот тогда Все Начинает Происходить Учение Это Слово Которое Пребывает В нас Мы им Питаемся Оно В нас Пребывает И на Этом Основании Дух Святой Может Что-то Делать И Возвращаясь К нашим Детям К нашим Подросткам К нашей Молодежи Понимаете Их это Тоже Касается Посмотрите Что происходит Мы отдаем Детей в школу Сначала В детский Сад Потом В школу Вот у моей Матери Была такая Интересная Ситуация Она 60 Года Рождения Она Жила Долго В деревне И мама Не отдавала Ее В садик Ну как бы Садик был далеко Она не отдавала А потом Они переехали В город И надо было И идти в первый Класс И она Организованной И бабушка Говорит Как же ж Неорганизованной Она вот Туфельки ставит Она вот Платьица вешает Там мама Говорит Не дай бог Карандаш где-то Лежал Она говорит Нет Она не умеет Жить В обществе Себеподобных Для нее В данном Как бы Состояние Образование Та программа Все то Что будет Происходить В этом садике Может нанести Вред И пришлось Год ходить В садик И идти В школу После того Как ты Сходил В садик Потому что Детский сад Это одно состояние Школа Первый класс Это другое состояние Начальная школа Средняя школа Пятый класс Это другое состояние Это другая ответственность Это другой образ Мышления Это другая Нагрузка В конце концов Старшая школа Это совершенно Другая нагрузка И понимаете Одно без другого Не существует Даже когда Было домашнее Образование Все равно Эти этапы Соблюдались Если мы Переносим На церковь Посмотрите Что происходит Я искренне Хочу поблагодарить Всех служителей Воскресной школы За то Что мой ребенок Духовно образован На том уровне Четырех лет Который у него есть Он действительно Духовно образован Когда я смотрю Какие выводы он делает Видя чье-то служение Когда я смотрю Может быть он балованный Может быть он еще Недостаточно воспитан Это мой Недостаток Но образован Духовно Он Достаточно Для своих Четырех лет И понимаете Он вырастет До одиннадцати лет Его Или там До двенадцати Его образование В воскресной школе Закончится И что дальше А дальше Это называли В царской России Неучи Если ты Не пошел После начальной Школы Учиться Ты навсегда Останешься Неучим Человеком Низшего Сословия Человек Который никогда Не сможет Рассчитывать На образование Человек Который никогда Не сможет Рассчитывать На позиции Какие-то в обществе Почему? Потому что У него Недостаточно Знаний Чтобы эти позиции Занимать И приносить Тот плод Который Эта позиция Требует Поэтому Вот этот Период Который Начинается С двенадцати И дальше Он просто Обязан Быть Я вам скажу И дети В этот В этот Период Обязаны Быть В церкви И мы Как родители Обязаны Заняться Тем Чтобы Они получали Здоровое Полноценное Учение Иисуса Христа То есть Истину Не что-то А только Истину Потому что Истина Это что такое Дух Святой Позволяет Этим детям Начать Различать Где ложь А где Истина Истина Делает их Свободными А ложь Дьявола Делает их Рабами Понимаете В этот Период Происходит Этот Результат Кем Мой Будет Ребенок Рабом Рабом Греха Рабом Похоти Я не знаю Рабом Красивого Телефона Рабом Красивой Жизни Или он Будет Духовным Человеком Какие Потребности Он будет Восполнять Потребность Плоти Или Потребность Духа Какая Будет Приоритетней Это Закладывается В этот Период И вы Поймете Почему я Сейчас Об этом Говорю И почему Я нас Призываю Очень серьезно Задуматься Над этим И проходит Этот период И если Этот период Упущен Приходят Юноши Ни на что Не способны И не они В этом Виновны Это не Их вина Что они Не знают Как послужить Как проповедовать Как еще Что-то делать Это не Их вина Потому что Они Просто Не Научены И присутствие Наших детей В церкви На служениях На тренингах Я не знаю На коучах На особенных Каких-то Учениях И так далее Это гарантия Не просто Моего Будущего Или твоего Это гарантия Его Будущего Мы сегодня Знаете С какой ситуацией Столкнулись В Латвии 14% Молодежи От 13 до 25 лет Вот просто Сейчас Помолчи Вот давайте Мы вдумаемся В это 14% Это страшно А знаете Почему Потому что Им не нашлось Здесь места Они родились Они до какого-то Момента Выросли Мы их вырастили И теперь Им приходится Работать На кожевинном Заводе Кому-то В Ирландии Это рабство Это рабство И поверьте мне Я знаю Генетически Что это Такое Это страшные Вещи Из рабства Вырваться Очень тяжело Вспомните Что Богу Пришлось Сделать Для еврейского Народа У которого Отец Был Авраам Авраам Который имел Такой дар Веры Чтобы всех Обетований Которые Господь Ему говорил Дождаться До ста С чем-то лет Этот народ Попал в рабство Почему Потому что Был период Когда Патриархи Вспоминайте Рувима Симона Левия Что они делали Что это Недостаток Воспитания Недостаток Учения Они вроде бы Все дети Патриарха Они вошли В эту землю Как победители В Египет Их брат Которого Они продали Был премьер-министром И прошло время И прошло время Патриарха Библия Ничего не говорит Те 400 лет Что происходило Просто рассказывают Строили Что они там Мэмфи строили Или Рамсес Они там Просто строили Причем Когда я смотрела И читала Исторические книги Они даже Не гробницы Строили Они делали Кирпичи Просто для бытового Вы знаете Так Граждан строительства Это даже Это Знаете Это такая Низшая Каста строителей А в то время Это было Это было очень важно Потому что Стройка Это было все Строили города Города Показывали величие царя И царь был Очень сильно Благодарен И заинтересован В архитекторах В строителях В людях Которые делают Что-то руками Они даже туда Не дотягивали Они были Просто рабами Которые Из точки А Знаете Как в армии говорят Копать От рассвета И до заката Человек Который Ну все Вот у него Ни судьбы Ничего Просто работа Я рожаю ребенка Вот я работаю С утра до вечера Родила ребенка И он работает Это к 400 лет И его дети работают Никто Никто Божий народ С помазанием Никто И рабство Оно вот так Приходит Неприметным образом Нам кажется Что все хорошо Они же ходят В школу Они же периодически Приходят в церковь Может быть В футбол поиграть Может быть Ноутс Не знаю Во что Они приходят Да Они здесь Они в коридоре Они еще Где-то Они дети Они дети Они хотят Радоваться жизни Они хотят Заниматься тем Что им интересно Но мы-то знаем Что Даст им Будущность Потому что Однажды придет день Когда развлечения Закончились Мама с папой Больше Знаете Как вот У меня была Так В моей жизни Была ситуация Когда Знаете Как Вот ты рос 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 До какого-то момента Я очень сильно Я вот Очень сильно Благодарна Своему отцу За то Что Он настолько Привил мне Ценность К учебе К любой Вот он говорит Если тебя хотят Чему-то научить Вот просто Хватайся руками И ногами И учись Пока есть возможность Знаете Я иногда думала Почему Вот у него Такая любовь Он родился В стране В которой Его народ В тот момент Был в рабстве Они работали Служанками Я не знаю Там Гувернантками Еще кем-то Ну у них Судьба была Такая Вот дожили Попали в какой-то Богатый Американский дом Да К послу Или что Моя бабушка Она работала Ну как бы Занималась Детьми у американского Посла на Кубе Какое-то время Да Ну ты прислуга И это неплохо Ну прислуга Это неплохо Но не на всю жизнь Понимаете Можно поработать В Макдональдсе Пока учишься В институте Но однажды Ты должен стать Врачом Юристом Я не знаю Служителем Кем-то Кто Начнет что-то В этом мире Менять И он говорит Когда Пришла Возможность Учиться Вообще Пойти в школу И у нас Говорит Мы даже не понимали Что такое Учиться в институте Мы просто вообще Жили этим Мы мечтали Что однажды Мы вырастем И Мы поедем Там Советский Союз Учиться Или может быть Дома будем учиться Он говорит Мы жили Это человек Который вырос У него был Один карандаш На 13 лет Он говорит Он висел у меня На шее На веревке И к 13-му году У меня были Вот такие штаны Потому что Ну как бы Потому что парни Росли вверх Тут не поправлялись Если бы особо было нечем И вот такой карандаш И он говорит Учение Мои знания Мое стремление Моя ревность По какой-то По какой-то По какой-то Сфере жизни Вообще сделали Меня человеком Просто И сына прислуги Он сегодня Инженер Руководитель На предприятии Победа Это победа Может быть Для кто-то Посмотрит со стороны И скажет Ну и что Есть миллиардеры Есть миллионеры Есть владельцы Корпораций Но для него Это победа И я хочу Чтобы мой ребенок Тоже был победителем Я вышла В свое время Из рабства Из рабства Греха Из рабства Может быть Какого-то разврата Непонимания Что ты делаешь Да И я не хочу Это своему ребенку Поэтому при любой Возможности Я тащу его в церковь При любой возможности В воскресенье Я сажусь И разговариваю с ним И спрашиваю Что ты думаешь об этом Что ты думаешь об этом А ты сегодня видел Вот это А как вот это А как вот это И понимаете Мы как бы Должны прививать Основные Фундаментальные Ценности Нашим детям Что такое Фундаментальная ценность Это та ценность Это учение То, что он пронесет Через всю жизнь Это стержень Это есть основание И мы иногда говорим Вот такие размышления А нужно ли детям Верующих Покаяние Покаяние Это спасение Спасение Это приобретение Духа Святого Который учит Который дает дары Который дает мудрость Который дает способность Вообще себя реализовывать Конечно нужно Он должен прийти К осознанию того Что ему надо выбрать Ему надо выбрать Какому господину Он будет служить И он должен иметь Это оружие Он должен иметь Это слово Этот фундамент Эту истину Когда он будет выбирать Когда на этом камне Будет написано Пойдешь направо Можно Обмануть там Своего друга Сделать то 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 Приобрести богатство Нечистью Это об этом притчи Говорят Соломон Все время об этом Говорит в притчах Своим детям Что у тебя Будет вариант Выбирать Что Соломон Был не духовный Он был духовный Он был образец Он принес жертву Чтобы получить Мудрость И он все время Об этом своим детям Говорит К блудницам Не ходи Они красивые С ними весело С ними интересно Но ты туда не ходи Ты там погибнешь Они все время Перед выбором И если нет основания Как выбирать Ты же не можешь Быть 24 часа Вот Юля Говорила Когда в прошлый раз Проповедовал Ты 24 часа С ним быть не можешь Мой ребенок Пришел в школу И в садик Первый день И когда они Сели кушать И начали кушать Он говорит Подождите А мы что Молиться не будем? И он положил Все положили ложки Знаете что было дальше? Ему говорит Воспитательница Молись Он говорит Нет Вы молитесь Вы же здесь старшая Понимаете Недостаточно Просто научить Ребенка молиться Ребенка нужно Научить пониманию Субординации Субординации В служении Плохо Ребенка Бабушка Ребенка Ребенка И сорваться Что такое учение Понимаете Что такое учение Что такое Когда говорит Апостол Павел Что я у ног Гамалиила Был воспитан Когда ты у ног Какого-то помазанного Человека Воспитываешься Я просто вообще Благодарна Господу За пастора Алексея Вообще Что этот человек Знаете как говорят Случился в моей жизни Потому что Это Невероятная ценность Когда Ты всегда у ног Такого мудрого человека У тебя вот что-то Произошло Ты сразу знаешь Что делать Тебе не надо Про бабушке Опыт У тебя есть Нормальный опыт Истины Иисуса Христа Я начала С собой разговаривать Я начала Сама Моя внутренность Начала меня учить Дух Святой Я говорю Дух Святой Я не справляюсь Я не справляюсь Мне вот сейчас Настолько плохо Что мне казалось Что у меня Вот сердце разорвется И слезы из глаз Льются от беспомощности Плохо Реально Физически Морально плохо Душевно плохо И ты стоишь И ты понимаешь Что ничего Ты не можешь Изменить И я говорю Дух Святой Ну помоги мне И знаете Я засекла время Ну у меня есть такое Засекла время Четыре минуты Прошло Пришло первое слово Блаженные миротворцы Потому что они Наследуют И нарекутся С нами Наследуют Царство Я дочь Божья Иисус во мне Я помазанец Исаия 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 Дух Божий На мне Для того Чтобы я совершала Определенную работу Для того Чтобы я стала Царственным священством И это обо мне Я должна быть Миротворцем И сначала молиться Говорю Но если я Миротворец Если это мой статус Давай Ну давай Что-то делать Чтобы пришел мир Две минуты Я улыбалась Две минуты Появился этот человек И у меня даже Претензий к нему Не было Вы понимаете Что Дух Святой Делает Это же фантастика Это чудо И поэтому Я уже буду Заканчивать Я хочу сказать Что У нас С 31 августа По 6 сентября Будет неделя Молодежная неделя Сюда приедет Пастор Сергей Леонов Здесь мы будем Все находиться И мне хотелось бы Я сейчас обращаюсь К родителям К отцам К дедам И так далее К людям Те кто сегодня Ответственны За этих Агнусов Мне хотелось бы Чтобы Вы Не просто Их смотивировали Прийти Придите с ними Побудьте Поймите Что твое Служение Может быть Просто в том Что ты вырастешь Помазанника Твое служение Моисей Да Моисей Крутой Помазанный Вообще Это Моисей Он светился Но он Воспитал Иисуса Навина Который Просто Послушанием Просто силой Просто тем Что слушал Господа Взял Обитованную Землю По сей день Для всех Евреев Наиминь Которая Потеряла Всех Всех Потеряла Несчастная Женщина Потеряла Мужа Сыновей У нее осталось Это невестка Которая говорит Я с тобой пойду Вот оно и надо было Вот я задумалась Она бы пришла себе домой Пришла бы к этому Воозу Как дава Жила бы себе Ела Пила вообще Проблем бы в жизни Не знала Нет Она потащила Эту девчонку С собой Учила ее Так надо лечь Так надо вот так Стать И вот так Стать Чтобы он же Обратил на тебя Внимание Вы вообще Вдумались Чему она ее Учила Эту женщину Руфь Она ее учила Приобрести Нового мужа Как бы хорошего Богатого Успешного От которого потом Можно было бы Там Давида родить Ну как бы В этом В последствии А статус у девушки Был очень нехороший Мало того что язычница Так еще и Вдова Ну как бы Это не слишком Хороший статус Для того времени Для того чтобы замуж Выходить Тем более Из-за богатого Как бы Умного И красивого Еврея Слава Богу Он наверное Был взрослый Мама уже была Его на небесах Потому что Мама бы Вы понимаете Не одобрила бы Такой брак Но тем не менее Она научила Она показала Она показала Бога Который в ней Он перешел И эта женщина Она стала Патриарх Ну в общем Мать 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 Целого поколения Через которого Пришел Иисус Христос Через которого Мы сегодня Спасены И таких примеров Массу Мордохия Исфирь Она не была Ему родной дочерью Она была Его племянницей Я не думаю Что для него Было легким решением Отправить его На этот конкурс Красоты К этому странному Персидскому царю Язычнику Для чего? Для того чтобы Понятие Распространять царство Для того чтобы Еврейский народ Получил помазанника Следующая ситуация для того, чтобы еврейский народ получил землю. Следующая ситуация, для того, чтобы еврейский народ не подвергся геноциду. Для чего? Для того, чтобы через евреев пришел Иисус Христос, и мы получили назад свое владычество. И мы сегодня должны этому учить своих детей. Поэтому я каждого из нас призываю просто обратить свой взгляд на этот вопрос. И даже если мы сегодня имеем где-то какие-то вопросы, упущения в этой сфере, у нас есть время поднять здоровое, осознанное, здоровых, осознанных христиан, понимающих, кто они, зачем они, и почему не надо ехать в Англию, еще куда-то, а нужно остаться здесь, потому что эту землю Бог им дал для определенной работы. И они должны развивать себя, конечно, не только христианские качества, но и учиться, но и получать образование. И поэтому это время с 31 августа по 6, оно будет особенным. Мы будем говорить о профгруппах для молодежи. Мы будем говорить о том, что дары различные. Мы не хотим, чтобы кто-то страдал, занимаясь тем, чем он не может, или не хочет, или ему неинтересно. Потому что каждый ревнует о том, Бог дал талант внутри, и талант просится на оружие. Он не может сидеть. И самое страшное, когда мы своих детей, ребенка, который играет на скрипке, отправляем играть в футбол. И он понимает, что он не на своем месте. И там происходят страшные вещи. И мы будем говорить об этой самореализации, об этих дарах, о том, кто в чем может послужить. И я верю, что наши дети будут счастливы в церкви. Я счастлива в церкви. Я счастлива в церкви. И мне все равно, где я была счастлива в церкви, на Украине. Я была счастлива в церкви здесь. Я была счастлива в предыдущей церкви, в которой я находилась. Когда я пришла к Сеонзе, говорю, чем можно помочь? Он говорит, а что вы умеете? Я говорю, ну, умею вот это. Он говорит, идите в хоспис служите. И пошли. И мы были там счастливы. И со мной пошли еще люди, которые не ходили, которые вообще никакого отношения к христианству не имели. Они пошли служить людям. И я верю, что наши дети, если мы сегодня уделим им внимание, если мы сегодня подойдем к этому серьезно, если мы сегодня будем ревновать о том, чтобы в этом подарке, в этом даре Божьем, который дал нам, отобразился Христос во всех своих проявлениях, они нас не просто будут удивлять, мы будем восхищаться. И, знаете, слава детей – это их родители, говорит Библия. И мы, вот все это же, то, что я говорила сегодня, это и нас касается. Это и нас касается. Особенно если мы осознанные христиане, особенно если мы пришли к Господу, даже если ты пришел к Господу год назад, месяц назад, ты должен понять, у тебя есть время, у тебя есть возможность еще все изменить. Амин. И знаете, что я хочу еще спросить? Если в этом зале есть новые люди, которые первый раз пришли в церковь, поднимите, пожалуйста, руку. Есть такие? Я знаю, что есть. Идите сюда. Девушка, вы первый раз в церкви? Нет? А рядом с вами? Поднимайтесь. Как вас зовут? Эдуард. Эдуард, знаете, что я вам хочу предложить? Я вам хочу предложить принять Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Чтобы все то, чем я сегодня говорила, это в моей жизни работает. Чтобы это работало в жизни вашей, в жизни вашей семьи, в жизни ваших детей. И вы никогда больше не будете прежним. И все ветхое пройдет, и будет все новое. Амин. Повторяйте, пожалуйста, молитву. Отец наш Небесный, я прихожу к тебе и благодарю тебя за жертву Иисуса Христа, которая омыла меня, которая осветила меня, которая очистила меня, которая сделала меня избранным человеком. И я говорю, Иисус, Ты есть Христос. И я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. И я провозглашаю, что ветхое прошло, что древнее прошло, что всякая проклятая генетика, она просто стерта. И я новое творение во Христе Иисусе. Амин. Я вас поздравляю. Как бы в заключении, я еще раз вам напоминаю, что с 31 по 6 сентября пройдет неделя молодежного служения здесь, в нашей церкви. И будет расписание, и вы увидите в расписании, когда будет вот это служение, в котором будет происходить презентация профгрупп. То есть сюда будут выходить служители и рассказывать, как они будут учить ваших детей. Поэтому, пожалуйста, возьмите детей, берите себя, приходите на это служение, слушайте, выбирайте, а мы с огромной радостью, любовью и верой в ваших детей будем им служить. Спасибо, спасибо, Линда. Давайте подарим большие аплодисменты. И сейчас мы будем молиться. Все, о чем говорила Линда, мы будем молиться за наших детей, за наших родственников, за наших племянников, сестер, братьев. Поэтому Бог нам поручил передать им веру, ту веру, которую Бог вложил в наши сердца. Амин. И мы не останемся равнодушными. Скажите, правда же, хорошее слово, хорошее назидательное свидетельство, которое Линда сказала сейчас. Спасибо, Линда, большое. Мне очень радостно, что сегодня на сцене стоят 30-летние красивые люди, которые уже знают Бога. Правда же? Это так приятно, это так отрадно видеть. Я знаю, что в церкви скоро придут большие-большие перемены. Мы увидим огромную армию молодых людей, парней, девчонок, которые с любовью будут служить Господу, которых будут открываться дары Духа Святого, которые будут молиться за нас, за своих родителей, которые будут молиться за своих детей. Мы увидим великое пробуждение. Ты веришь в это? Амин. Амин. Музыкантов нет уже, да? Дорогая церковь, давайте мы сейчас встанем. Я, знаете, хочу сказать такое слово, чтобы мы понимали, что орудия воинствования нашего, они не плотские. Мы не по плоти воюем. Мы понимаем, что такое твердыни в разуме. Мы понимаем, что такое наследственность. Мы понимаем, что такое неправильное воспитание. Мы прекрасно понимаем то время, в котором наша земля долгое время находилась. И как вот эта вот неправда, она укоренилась в нашем сознании. И поэтому сегодня мы делаем многие вещи неправильно, не потому, что мы так хотим делать, потому что мы так были научены. И написано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, что ты сделаешь? Во-первых, переменится твое мировоззрение, твой взгляд на жизнь, на судьбу своих детей. Во-вторых, написано, что так поступая, ты поможешь нашим, своему окружению, прийти к познанию истины. Это же правда. Вот. И поэтому я хочу, чтобы мы сейчас согласились в этой молитве. Дело в том, что мы сейчас начали молитвенное служение по понедельникам. Я приглашаю каждого человека, который жаждет видеть пробуждение в своем доме. Я знаю, что это такое. Библия говорит, искал я человека, заступника, хотя бы кто-нибудь бы согласился стать в проломе. Было время, когда моя семья, она была языческой семьей. Это правда. Мы воспитывались в Советском Союзе. Я жила в Калининградской области. Мне никогда никто ничего не говорил о церкви. Никогда ничего. Я не знала. Я в 15 лет по какому-то повелению Божьей судьбы собралась, приехала в Ригу. И находясь здесь, Бог привел меня в церковь в новое поколение. Потому что где-то в моем подсознании все равно... Я считаю, что в судьбе каждого человека, в сердце каждого человека есть этот поиск. Поиск правды. Потому что это то темное место, которое никто не может заполнить, кроме Бога. Амин. И поэтому я пришла к Богу. Я услышала истину. Я слышала, что у тебя есть великая судьба от Бога. Я сперва, может быть, не понимала, что это такое. Но когда я уверовала, и когда я согласилась с Иисусом Христом, что в моей жизни начинается новая эра, новая эпоха, я начала молиться яростно, я начала молиться страстно. Я сказала, Господь, я хочу видеть, я хочу видеть перемены. Я не хочу, чтобы в моей семье дьявол орудовал. Я не хочу, чтобы в моей семье пьянство продолжалось. Я не хочу, чтобы в моей семье происходили оскорбления. Я прошу тебя, наполни меня своей истиной. И после этого, когда Господь коснулся моего сердца, во-первых, Он изменил меня. А потом я пошла в свой дом, и я говорила о Боге, говорила о любви Божьей. Сегодня все по-другому. Все по-другому. Поэтому я предлагаю вам сегодня молиться и понимать, что орудия воинствования нашего не плотские, но сильные духом на разрушение твердынь. Потому что те твердыни, которые держат в плену людей, они заставляют их делать неправду. Они поступают не потому, что они так хотят. Я убеждена. Реакция людей, она черпается, как говорила Линда, из подсознания. Человек реагирует именно так, как его научили. Или повторяют опыт своих предков. И поэтому им мы не спровергаем все замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем помышление в послушание не свое. Нам не надо пленять помышление в послушание свое. Мы не хотим свою волю. Мы хотим, чтобы воля Божья, она исполнилась каждому человеку. Амин. Чтобы воля Божья и те намерения, которые Он имеет о нас, намерения на благо, а не на зло. Почему Бог так заботится о том, чтобы мы передали детям эту веру? Потому что Его намерения не на благо, а не на зло, чтобы было будущее. У нас должно быть будущее. Амин. Наши дети должны знать Господа. Халлилюя. И Бог приготовил для них великую судьбу. И у каждого из них есть свое предназначение от Бога. Поэтому, когда мы будем молиться, я прошу тебя, пусть Бог положит в сердце вот эту жажду, чтобы призвание и Божье исполнение пришло в судьбу твоего окружения. Чтобы воля Божья исполнилась. Не воля дьявола, не воля людей, а воля Божья. У каждого человека есть дар, у каждого человека есть талант. И Бог хочет, чтобы мы открыли для Него свои сердца. И эти таланты начали работать. Амэн. Халлилюя, Господь! Спасибо! Спасибо Тебе! Халлилюя! Давайте будем молиться, давайте будем ходатайствовать за наших детей. Давайте будем просить Бога, чтобы Он взял в плен их мысли, чтобы были разрушены всякая твертыня во имя Иисуса Христа. Холамаси, Джаларабасо! Отец Небесный, мы говорим, сегодня перед Тобой стоим, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Пленяй всякое помышление в послушании Господа Иисуса Христа. Наших детей, Отец, мы посвящаем Тебе на служение. Мы не хотим, чтобы они служили другим богам, чтобы они служили и отдавали свои силы чужим богам. Мы хотим, чтобы они служили Тебе. Халамаси, чаларамасоу! Холоси, далараси, чакаларосе! Сделай нас, сделай нас инструментом в своих руках, чтобы мы могли донести, чтобы мы могли принести Дух Христов в их сердца и понимание истины. Отец, мы хотатуйствуем сегодня. Халамаси, чаларамасоу! Халамаси, чаларасоу! Халамаси, чалараси, чаларамасе, кей! Возвышай, возвышай свой голос! Скажи, Господь, я хочу быть тем человеком, кто будет стоять в проломе за свой дом, за свою семью, за своих детей, за своих внуков, Господь! Мы хотим, чтобы они жили в благословении, чтобы они ходили в истине! Халамаси, чаларамасоу! Халамаси, чаларапасе, кляресиджалоросу! халал осидалра, басака, таларама, сачкалчоу! Халамаси, так алярамасоу! Клоросоу! С Photoshop, истидарэ, решики! Халамаси, морально. Сигаларасоу! Кitalарасоу! Подними, подними, Господь, Хадатую! Подними, людей, Господь, ревностных! Хоща, ка-таларамасоу! Халамаси, до ёрсе, келаресики! Мы не соглашаемся сегодня, мы не соглашаемся сегодня, чтобы наших детей разрушал грех, чтобы рабство разрушало их во имя Иисуса. Мы востребуем сегодня ту судьбу, судьбу от Бога, потому что Ты сказал, что Ты Бог Авраама, Исаака, Иакова Господь. Ты приготовил наследие для них. Пусть всякий плен, пусть всякий плен будет разрушен, пусть всякая твердыня, она пойдет во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, помажь наши глаза, помажь наши глаза, Господь, чтобы мы могли видеть. Дай нам эти образы, дай нам это понимание, Господь, куда Ты ведешь нас, и какое великое богатство, какое наследство Ты приготовил для нас и для наших детей. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе в этот вечер, мы благодарим Тебя за истину, которая освобождает. Дай нам это понимание, Господь, где Господь тебеimatanton, Господь. наполняй нас духом своим наполняй нас премудростью дай нам господь истину в сердцах чтобы мы что чтобы мы не делали мы говорили как слова божьи которые созидают которые наставляют которые поднимают во имя иисуса христа дай нам этот дух примирения во имя иисуса обрати обрати сердца отцов детям обрати сердца отцов к детям господь мы не хотим чтобы наша земля была в проклятии мы не хотим господь жить в проклятии мы хотим видеть детей наши ходящих в истине наполненных любовью божьей твоей благодатью твоей милостью и мы пророчествуем сегодня мы заявляем сегодня латвия ты увидишь новое время мы знаем что наши дети они станут князьями они будут занимать самые ключевые позиции отец мы просим тебя во имя иисуса хоша катола росокол холоси дара разу хоша ларомана отец небесный я прошу тебя я молюсь сейчас за каждого человека у кого сегодня конфликт со своими детьми кого сегодня господь нету отношений я прощу тебя наполни наполни сердца любовь разрушь господь эти стены во имя иисуса христа мы не хотим чтобы наши дети стали жертвами наших неправильных взаимоотношений отец я прошу тебя наполни наполни во имя иисуса пусть любовь божья она придет в наши сердца и когда мы придем свои дома пусть они почувствуют эту любовь эту небесную любовь господь что мы верим в них мы любим их мы благословляем их мы господь верим что ты призвал не только нас и твои отравения господь они такие большие они такие великие и ты господь рассматриваешь в этих откровениях наших детей наших внуков я прошу тебя пусть господь откроется эта истина каждому из нас и пусть это вера божья исцелит наши отношения мы любим тебя великий всемогущий бог мы поклоняемся тебе в этот вечер мы просим тебя прости нас если мы что-то делали неправильно подними подними господь каждого ребенка который сегодня господь огорчен я прошу тебя мы ходатайствуем сегодня подними сегодня этих матерей отцов которые будут ходатайствовать и стоять в проломе отец я прошу тебя во имя иисус пусть хотя бы один человек согласиться сегодня молиться молиться и говорить о твоей любви хана масса чеки хана масса лороса щиром алара сида лороса благодарим тебя драгоценный дух святой что ты приходишь на это место ты веришь господь что народ божий обновиться силой ты веришь господь что однажды наступит такой день когда храм божий он будет переполнен подростками я прошу тебя помоги нам это увидеть помашь наши глаза господь он будет наполнен молодежь и на этой сцене будут стоять люди молодые наполнены духа святого наполнены и духа позже горящие сердца любящие сердца отец мы просим тебя дух святой дух святой помоги помоги каждому из нас преодолеть эти барьер оставить прошлое и смотреть в будущее с верой и видеть нашу землю наполненную славой божьей халлилюя 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 давайте подарим большие большие аплодисменты вы знаете у духа святого есть такая способность показывать будущее написано он придет и возвестит будущее это будущее неплохое у бога нет плохого будущего у бога есть благодать милость спасение любовь исцеление я верю что кому-то сегодня он дает эту способность эту мечту потому что исцеление происходит от слова цель и у нас должны быть правильные цели мы должны видеть своих детей благодати божьей мы не зря здесь молимся и стоим амэн поэтому мы увидим это славное прекрасное время мы возьмем за руку кого-то если у тебя есть племянник если у тебя есть сын, внук сделай то что ты можешь и ты увидишь дух святой поможет тебе они поверят тебе когда ты придешь и будешь говорить им у тебя великая судьба от бога я вспоминаю свидетельство я буквально секунду айгора биттенса вы видели как он служит сегодня какой великий муж божий помазанный наполненный верой которого есть каждый день отношения с богом вы знаете чем верующий человек отличается от религиозника это мне дух святой недавно открыл верующий человек имеет каждый день отношения у него есть настоящие живые отношения с богом а религиозник он все знает но ничего не происходит у него поэтому когда ты смотришь на айгора биттенса и понимаешь что да у этого человека есть отношения с богом каждый день бог переводит его от веры к вере от силы в силы от славы в славу вот такая задача у бога поднимать и поднимать и поднимать нас и вести дальше я вспоминаю его свидетельство когда мы сидели на втором этаже и он говорил я все время приходил в церковь и слышал у тебя не см knew великое судьба у тебя не великая во двор Woods что они имеют ввиду какая вы знаете мы все часть народа божия а народа божия правда великой церкови бог предназначил нас царственным священным и он ведет нас в царство сына своего возлюбленного и он хочет чтобы это царство хотя бы отчасти было здесь и на земле. И когда я стал размышлять над этим, я вдруг понял, что в этой части народа Божьего есть я и у меня есть предназначение. И я хочу знать, какую же судьбу приготовил для меня Господь. Амин. Поэтому я хочу вдохновить вас сегодня. У ваших детей великая судьба от Бога. И то, что мы сегодня делаем, я знаю, что у них будет в сто раз больше и лучше. Потому что мы закладываем правильное основание. То, что говорила Линда. И мы должны это сделать. Мы должны их убедить. Мы должны им рассказать, что Бог имеет для них судьбу. И чтобы они вошли в эту судьбу Божью. Амин. Поэтому они должны ходить в церковь, наполняться истиной, исполняться Духом Божьим, приобретать эти знания от Бога. Потому что Дух Святой, Он наставник. Он будет учить их. Он будет вразумлять их, когда мы будем за них молиться. Амин. Подарите большие аплодисменты Богу. Он великий. Он живой. Он любящий. Он любит нас. Халлелуя. И я приглашаю каждого из вас в понедельник. Мы возобновляем, можно сказать, я не буду называть молитвенной горой, но мы возобновляем молитвенное служение. И это будет та площадка, где мы будем молиться за своих родных и близких. Где мы будем вместе согласимся ходатайствовать за них. И я знаю, что по нашим молитвам Бог будет делать великие чудеса в их жизни. Амин. Поэтому, дорогие, кто сегодня получил это вдохновение от Бога, приходи в понедельник. В воскресенье будет служение, а в понедельник, в 18.30, я буду с удовольствием вместе с вами молиться. Амин. С миром Божиим. Пусть благодать Божия будет на вас. И пусть премудрость Божия наполняет вас каждую минуту. Имейте общение с Духом Святым. Он любит каждого из нас и хочет с каждым из нас общаться. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok